Уважаемые братья, уважаемые сёстры, намаз — это фарт, это первое, за что нас будет спрашивать Всевышний Аллах. Также человек, который не молится, его можно определить по лицу. То есть, аль-хамдалю, уже человек, который может посмотреть на лицо, у него нету нора, у него нету света в его лице, потому что он не поклоняется Всевышнему Аллаху. Он кушает из еды Аллаха, он пьет из воды Аллаха, он ходит по земле Аллаха, дышит воздухом Аллаха, но не благодарит Аллаху, неблагодарный человек Всевышнему, как он может быть другим кому-то, если он неблагодарен Аллаху, субханаху ва-та'але. Поэтому, также это из цифатов аль-мунафикин, лицемеры, они не любят молитву, они не любят намаз. Всевышний Аллах, субханаху ва-та'але, сказал, «Изе каму кусала юрауна аннаси, ва ла изкуруна Аллаха, илля калиля». Описывая лицемеры, Всевышний сказал, они, когда встают на молитвы, на намазы, они встают с ленью, то есть не хотят молиться. Юрауна аннаси, занимаются показухой среди людей и мало поминают Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та'але. Мужчина, глава семьи, отец, он, если видит, кто-то в его семье не молится, то он должен привеливать, приказывать своей семье молиться, выставить молитву. Человек скажет, например, часто говорит, то есть нет уже принуждения в религии. Нет принуждения в религии, имеется в виду то, что нельзя человека заставить принять ислам. Но если человек принял ислам или он мусульманин, то тогда остальные действия, которые мусульманин обязан делать, глава семьи должен призывать к этому, быть примером и повелевать своей семье молиться. Всевышний сказал в Коране, Повелевай своей семье молиться и проявляй на этом терпение. Когда человек молится, баракат ему заходит в дом. Когда человек молится, в сердце он чувствует некое успокоение. Почему? Потому что Всевышний сказал в Коране, Когда человек вспоминает Аллаха, он молится, читает Кур'ан. Во время молитвы он читает Кур'ан, его сердце наполняется успокоением. Он чувствует успокоение сердец. Как нам нужно, и опять же в мегаполисе, когда человек живет, постоянно какие-то проблемы, какие-то там вещи останавливаются, вспоминает Всевышнего Аллаха. Как пророк Мухаммад сказал, То есть Муадзин сказал, дай нам возможность отдохнуть, то есть скажи призык в молитве, чтобы мы почувствовали вот это некое облегчение, успокоение сердец. Также сказал пророк Мухаммад, то есть мое спокойствие, успокоение всей моей души, и моего тела, оно в намазе, оно в молитве, сказал пророк Мухаммад. Когда человек хочет что-то получить от Аллаха, какие-то бывают такое, уважаемые братья и сестры, когда у него что-то внутри, тяжесть, какое-то испытание, что-то ему тяжело, вот как только он почитает молитву искренно, сделает земной поклон, попросит Всевышнего Аллаха, он почувствует, как будто с него плеч, он отдал долг Аллаху, и он почувствует успокоение сердец. Человек, который не молится, он подобно мертвому человеку. Пророк Мухаммад, саллаху алейхима салям, сказал, тот, который поминает Аллаха, и тот, кто не поминает Аллаха, то есть тот, кто молится, и тот, кто не молится, они подобно, как живой и мертвый. Он как мертвый, он ходит, он не понимает, как бы даже животные благодарят Аллаха и молятся ему. Всевышний в Коране сказал, То есть те, кто в небесах и на земле, они все восхваляют Аллаха. Однако вы не понимаете их восхваления. То есть они по-своему молятся, по-своему восхваляют Всевышнего Аллаха. И птицы в небесах, и животные, и кит в воде, в глубине океана, все они восхваляют Всевышнего Аллаха. Поэтому, если человек не молится, он не сможет попасть в рай. Он не сможет попасть в рай. Почему? Потому что пророк Мухаммад, салаллаху алейхима салам, сказал, Ключ к раю – это намаз. Без ключика невозможно дверь в рай открыть. Также Всевышний Аллах описывает людей, которые будут в судный день в раю, и те люди, которые будут в аду. И между ними будет некий хивар, диалог. Всевышний, субхану и ва Таалья, сказал в Коране, Те люди, которые попадут в рай, и те, которые будут в аду, будут между собой общаться. И те, кто в раю, спросят, и те, кто в аду. Почему вы сейчас в Сакар? Почему сейчас вы в аду? Первый ответ – Мы не были из числа молящихся. Мы не были из числа тех, кто выставил молитву. Поэтому, уважаемые братья и сестры, если человек говорит, я верю в Аллаха, но при этом оставляет намаз, как мы уже ранее сказали, или, первое, он полностью не поверил в Аллаха. Почему? Потому что Аллах приказывает ему и говорит, молись. Или, второе, он ослушивается Аллаха. Понял, поверил, но ослушался, потому что он ослушивается приказ Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та-Аля. Или полностью не поверил в Кур'ан, не поверил в Аллаха, субханаху ва-та-Аля. Когда нам наша мама или папа что-то приказывает, то человек, ребенок, покорный своим родителям, тут же исполняет их повеление. Но когда наш создатель и создатель наших родителей приказывает нам, как мы можем ослушаться его, как мы можем ослушиваться его. Поэтому без намаза жизнь наша коротка, и все мы уйдем из этой жизни. И, субханаху ва-та-Аля, тот человек, который говорил, что я завтра начну читать намаз, многие не успели прочитать намаз и оказались уже в могилах. Поэтому нельзя откладывать на завтра. Я помню еще во время учебы один из моих друзей, братьев, он плакал, когда его отец умер. И я говорю, Абу-Вакр, брат мой, все мы умрем, у всех, аль-хамду-Лля, то есть Аллах нас сотворил, мы тут не вечно. Он говорит, я не поэтому плачу, я плачу то, что мой папа не начал молиться. А, субханаха Аллаху, ему осталось полгода до пенсии, он говорил, сынок, выйду я на пенсию и начну молиться. Полгода не дожил до пенсии, поэтому мы не знаем, когда мы умрем, доживем ли мы до пенсии или нет. Как у нас часто говорили, вот, выйду на пенсию, потом буду молиться. Уважаемые братья и сестры, Аллах не сказал нам, когда выйдете на пенсию, начинайте читать тамаз, не сказал, когда состаритесь, а сказал, когда только вы станете совершеннолетними, то я приказываю. Уже все, с человека спрос. Поэтому не оставляйте то, аж чем придется потом сожалеть. И обратное возвращение нету из той жизни, из вечной. Поэтому, аль-хамду-ли-Лля, только человек, который молился, у него будет нур, у него будет свет в судный день. Когда будет темнота ночи, у него будет свет, аль-хамду-ли-Лля. Он будет светиться, его нур, его свет из его лика. Симахум фи вуджухиим, мин астри сужуд, как говорит Субхану-Ва-Та-Аля. В их лицах нур, свет, из-за того, что они много делали земные поклоны, много поклонялись Аллаху, Субхану-Ва-Та-Аля. И намаз, задаете вопрос, когда можно ли вообще, есть ли такое время, когда человек освобождается от молитвы, когда он не молится. Такое время, когда женщины не молятся, когда у них вот эти критические дни, они в этот момент, она не молится, они не молятся, и потом не нужно восстанавливать эту молитву, это как бы они пропускают в эти дни. Также человек, который, например, находится без сознания, или человек, который находится в коме, он тоже не молится. Человек, который умер, не молится уже, понятно, то есть списывается с него молитва. То есть для чего я говорю вот такие вот примеры, которые в коме, которые умер, то есть единственный момент, когда человек уже оставляет молитву, это когда ушел из этой жизни. Но если он болен даже, он все равно должен молиться. Как сказал порок Мухаммед, саллаху алейхи салям, одному из подвижников, который заболел, и спросил его, как мне молиться? На что порок Мухаммед, саллаху алейхи салям, сказал, саллика имен. Фаиллям тастаты'а фаджалисан. Фаиллям тастаты'а фаракидан. Читай и стой. Если не можешь, сиди. Если не можешь, лежа на боку. То есть если человек уже не может двигаться, уже глазами делать, то есть мысленно молиться, но ни при каком случае он не имеет права оставлять намаз. Ни при каком случае он не имеет права оставлять намаз. И хотелось бы затронуть также саллят мусафир. То есть если человек в пути, в путник. Опять же, кто такой путник? Это тот человек, который выезжает из своего дома в другой город, и мусафир должно быть расстояние примерно за 85 километров. Если он уже выехал в пути, 85 километров, и находится там, если взять харафийский мазхаб, опять 14 дней, будет в этой местности проживать, или по другим мазхабам 4 дня, то если он уже с первого дня едет туда и знает, что он будет там, например, больше 15 дней жить, то тогда он, если взять ханафийский мадхаб, то тогда он уже с первого дня читает, как обычно читал. Но если человек в пути находится там, и он будет там меньше 14 дней находиться, то тогда у него есть возможность сокращать молитву. Сокращать молитву, то есть за место 2 раката он читает 4 раката. Извините, за место, то есть сокращать молитву, имейте в виду, за место 4 раката он читает 2 раката. А 3 ракатный намаз остается 3 ракатным, то есть 3 ракатный Магреб не сокращается. Сокращается 4-х кратный намаз, 4-х кратный намаз до 2 ракатов. Сунны тоже не читаются во время путешествий, во время пути, кроме утренней молитвы 2 раката. Сунната читается. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, не оставлял. И также читается витр намаз. А витр намаз отдельно расскажет, иншаллах, наш брат, шейх Мустафа, Мустафа Хазрат, иншаллах об этом расскажет отдельно в своей лекции. Потому что здесь мы не упомянули этот намаз. Это тот намаз, нечетное количество намаза. Витр, он читается или 3 раката, или 1 ракат. Уже в самой последней, то есть после пятой молитвы, после ища намаза читается. Как он читается, об этом отдельно расскажет, иншаллах, другой имам Мустафа Хазрат. Если взять мадхаб неханафицкий, то там еще можно объединять молитвы во время пути. То есть наступило время дзухр намаза. Объединенная молитва наступила. Мы сказали, что читаем суннаты. 4 раката суннаты, 4 раката фарда, 2 раката суннаты. Суннаты мы оставляем в пути. Читаем только, говорим икама. Аллаху кибар, Аллаху кибар, Аллаху кибар, Аллаху кибар, Аллаху кибар. И читаем дзухр намаз, обеденный намаз. Аллаху кибар, говорим и читаем не 4, а 2 раката фарда. Делаем салям, встаем, еще раз икама повторяем. И уже асар намаз подтягиваем к дзухру, тоже 2 раката. То есть можно подтянуть, это называется джама валь-каср. Магреб мы, наоборот, подтягиваем к аиша. Магреб подтягиваем к аиша, читаем 3 ракаата Магреба, делаем икама, 3 ракаата Магреба, даем салям. Потом встаем и опять говорим икама, и читаем 2 ракаата аиша. То есть заметьте, сунны тут уже не читаются. Ни дзухр, асар, ни Магреб и аиша. И потом остается витр намаз, то есть то, что он читает в пути, тоже его читает, альхамдуллах. По ханафийскому мадхабу он считается витр ваджибом, обязательным. По другим мадхабам считается сунны. Но желательно, чтобы из всех разногласий выйти, не оставлять его, хотя бы 1 ракаат витра тоже читать. Утреная молитва, утреная намаз, фаджир, он никуда не подтягивается. То есть он своевременно так же читается и ни с чем не совмещается с другой молитвой. 2 ракаата сунны, даже в пути, если, и 2 ракаата фарда. И Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, сказал, «Васта'ину без сабри и вассаля, ва инна халя кабиратун илля аля л-хаши'ин». Просите помощь у Аллаха, Субхану Ва Тааля, посредством молитвы и проявляйте терпение посредством молитвы. И молитва, намаз – это что-то тяжелое. Для человека исключением лишь является богобоязненно. Для богобоязненных молитва, альхамдулла, это за радость. Бывает человек, то есть тяжело просыпается на молитву или не хочет читать молитву. Это тоже признак его лицемерия. А человек, который хочет читать молитву, хочет встретиться с Аллахом, Субхану Ва Тааля. То есть, понимаете, как человек любит, Аллах нас отворил, к нему наше возвращение. И человек, который любит Аллаха, Субхану Ва Тааля, знает, что Аллаха невозможно увидеть. Но встреча с Ним именно в молитве – это обращение к Аллаху, Субхану Ва Тааля. Поэтому пророк Мухаммад, Салаллаху Алейхиму Ассаляму, сказал, «То, кто не желает встречи с Аллахом, Аллах не желает с ним встречи». И молитва, намаз – это обращение к Аллаху. Как говорят ученые, «То, кто хочет обратиться к Аллаху, пусть он молится». А тот, кто хочет услышать обращение Аллаха к себе, то пусть читает Кур'ан. То пусть читает Кур'ан, как говорят ученые. Говорят ученые, кто хочет обратиться к Аллаху, пусть он молится, потому что это обращение, Ассаля – это обращение к Аллаху. А тот, кто хочет услышать к себе обращение, то пусть читает Кур'ан. Аллах в Кур'ане обращается к нам. И ас-саля, аль-хамду лилля, это милость Всевышнего Аллаха для ума пророка Мухаммада. То, кто прочувствовал молитву, он сможет, даже невозможно передать ту радость, то наслаждение, которое бывает в сердце, аль-хамду лилля. Если человек, опять же, много с кем общаясь, когда человек ставит на намаз, аль-хамду лилля Аллах ему раскрывает сердце, во-первых. И бывает такое, что человек говорит, я еще не готов, я еще как бы не могу и так далее. Это не ты не готов, мой брат, это ты не готова, сестра, это Аллах просто не хочет пока тебя видеть. Почему? Потому что это не твое одолжение к Аллаху, а Аллах одолжение тебе оказывает, любя тебя, аль-хамду лилля, потому что ставит тебя на прямой путь. Во время пророка Мухаммада, уже после того, как приняли ислам, некие люди хотели как бы показать ему, вот мы тебе сделали одолжение, Аллаху сделали одолжение, мы тебя поддержали, то, что приняли ислам. И тогда Аллах, субханатлану, не спасал аят из сурта аль-худжурата и сказал, О, Мухаммад, они тебе делают одолжение, то, что приняли ислам, скажи им, ответь им, не делайте мне одолжение, то, что приняли ислам. Это Аллах оказал вам одолжение, то, что поставил вас на путь веры, на ислам. Поэтому, аль-хамду лилля, когда человек молится, он не делает одолжение Аллаху. Аллах не нуждается его в молитве. Аллах не нуждается, как сказал пророк Мухаммад, Всевышний Аллах в хадисе Аль-Кудсе сказал, если первый человек из вас, последний человек из вас, люди, джинны, все вместе взятые будут самыми грешными людьми, тем самым они из моей власти даже чуть-чуть не заберут. Так же, если первый человек из вас, последний человек из вас, люди, джинны, все вместе взятые будут богобоязненными, тем самым они мою власть не увеличат. То есть, опять же, мы отсюда, что понимаем, Аллаху не навредит грехи грешников и не поможет поклонение поклоняющих. Поэтому, значит, человек, который говорит, я еще не готов, я еще нет, и ты не готов. Попроси Аллаха дуа, уединись с Аллахом, останешься наедине, скажи, о, Всевышний Аллах, почему ты мне пока не ставишь на намаз, я хочу начать, помоги, дай мне возможность. И тогда, الحمد đó saja, поставят этот человек на прямой путь, на намаз. И все люди, которые встают на намаз по милости Аллаха, говорят, эх, если бы раньше, если бы еще бы пораньше я бы стал, потому что прочувствуют, какая это милость Всевышнего Аллаха. Субхан bridge. Даже есть понимание, разногласие, как то, кто не молится, принимается ли его остальные действия или нет. Аль-Хамду-Лля, мы не должны отзывать людей от религии, мы должны наоборот призывать. Но в уме пророка Мухаммада, саламу алейкум ассалям, ученые, которые занимаются вопросом фикха, разногласят в этом, является ли вообще мусульманином тот, который не молится. То есть очень сильный далиль, очень сильное доказательство, тот человек, который не молится, он не является мусульманином. И также есть мнение, что да, он является мусульманином, если говорить «Ла Иллах Иллах Мухаммада Расуллах», но однако он вот-вот уже очень близок к неверующим. То есть это самое главное, это самое главное, что есть молитва, намаз. Он не является фасиком, то есть фасик – это грешник. В любом случае он грешник. И мне понравился ответ одного из ученых, он сказал, «Я на то мнение, что если человек сказал «Ла Иллах Иллах Мухаммада Расуллах», он уже стал мусульманином. Если он не считает намаз, я на то мнение, что он не является неверующим, но он грешник, он фасик, то фасик – это очень грешный человек. Но он задает вопрос «О, ты!» Обращение «О, ты, кто не молится?» Для себя ты желаешь ли того, чтобы великие ученые уммы пророка Мухаммада, спорили касательно тебя, вообще ты являешься верующим или грешником. Никто для себя этого не пожелает. Поэтому читайте молитву, читайте намаз, просите у Аллаха, дуа, чтобы укрепил наши стопы на пути ислама. То, что молитва – это велика, милость Аллаха, и мы должны смотреть на нее, как то, что это долг, и должны читать не так, чтобы побыстрее закончить, а читать и наслаждаться, пребывать это своим детям. И тот, кто молится, тот с Аллахом, и тот, кто не молится, как будто он сам отрезал связь свою между собой и Всевышним Аллахом. А теперь, уважаемые братья и сестры, мы вас приглашаем, иншаллах, на молитву «Аль-Магреб». Сейчас четвертая молитва, аль-хамдуллах, салат «Аль-Магреб» в Москве заходит. И, иншаллах, покажем вам, как в коллективном, с коллективом, аль-хамдуллах, с имамом читается намаз. Аль-хамдуллах, посмотрим эту молитву из мемориальной мечети города Москвы. Аллаху Акбер Аль-Магреб 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 Аллаху Акбал. 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 И в халифе приходится то, что делать зикр, поминает Аллаху Субхану Ва Тааля. Поминает Всевышний Аллаху, говорит 33 раза Субхану Аллах, говорит 33 раза Аль-Хамду Лилля, 33 раза Аллаху Акбар. Это все вместе 99, и на сотый раз говорит Ла-Илля-Илля-Ллах, Вахда-Ху-Ла-Шарик-Ла-Ху-Ла-Ху-Ла-Хамду-Ва-Ху-Аля-Кул-Ли-Шейн-Кадир. То Пророк Мухаммад сказал, что его простятся все грехи, все прегрешения, даже если у него столько прегрешений, сколько пены в море, сказал посланник Аллаху Субхану Ва Тааля. То есть это великая награда тоже для нас от Аллаха. И когда человек благодарен Аллаху, когда он молится, намаз читает, Аллах дает и посылает ему отдельный удел, посылает ему ризк за то, что он, Аллах, это Баракату Салла, именно благодать молитвы, благодать намаза, когда он упоминает «Нахну нарзуку» и «Аль-Акебату» и «Аль-Тақва». То есть Субхану Ва Тааля говорит, мы вас кормим, мы вам даем удел, и награда за богобоязнь, она великая. Салат-у-ль-джаназа – погребальная молитва или джаназа-намаз. Это самое последнее действие, которое читается над умершим человеком. Поэтому Пророк Мухаммад салаллаху алейхи салам говорил, «Хасибу анфусакум каблян ту хасибу». Спрашивайте себя, берите себе отчет. До того, как вас спросят в Судный день. «Усаллю каблян усалли алейкум». Читайте молитву перед тем, как над вами буду читать. Тоже над кадржным мусульманинам буду читать салат-у-ль-джаназа. И красиво говорят ученые, когда ты выбираешь себе братьев, близких, друзей, то посмотри, кого бы ты хотел бы видеть из тех, которые бы читали за тебя погребальную молитву салат-у-ль-джаназа. То есть праведники, которые делали бы за тебя дуа и просили в Аллаху за тебя прощения. Можно обрадовать того человека, который читал намаз перед тем, как читали над ним намаз, который осветил свою могилу перед тем, как лег в свою могилу. То, кто читал молитву перед тем, как над ним читали молитву. То, кто сделал так, что Аллах им доволен перед тем, как он встретился с Аллахом. Вот представьте, что человека вынесли на носилках, омыли его, сделали ему полное омывение, гусль, завернули его в саван, в кафан, положили его, и стоит имам, сзади родственники, близкие, все пришли, и человек провожает до могилы три вещи, как сказал Мухаммад, салландоу алейсалам. Три вещи его провожают до могилы. Две вещи обратно возвращаются, здесь остаются, и одна вещь только с ним идет. Его провожает его семья, его имущество и его дела. Его семья, его имущество возвращается, здесь остается, в этой жизни, и ждет своего часа. А с ним останется только, с ним его дела, плохие, хорошие. Положили мейита, положили мертвого человека в носилках, в саванне. Имам говорит, Аллаху Акбар. То есть, джаназа намаз отличается от других намазов, поэтому мы его показываем. Он читается только стоя, без поясных, без земных поклонов. Первый текбир, Аллаху Акбар, читается сура Аль-Фатиха. Во время молитвы глаза смотрят на место земного поклона. Или мау-да-и-с-уджуд. То есть, нельзя смотреть по сторонам и так далее. Пророк Мухаммад, салландоу алейхи и салям, сказал, это воровство, которое шайтан ворует из молитвы человека. То есть, награда меньше за это будет, если он будет смотреть по сторонам. Читает Фатиху, прочитал Фатиху. После этого говорит, Аллаху Акбар. Второй текбир. И читает салават. Потом третий текбир, Аллаху Акбар. После третьего текбира, то есть, первый текбир Фатиха, второй текбир Салават. Третий текбир читается дуа за мертвого. Разные есть виды дуа. Основное, которое считается, Аллаху Магфирляху. Если это мужчина, если женщина, Игфирляха, прости его или прости ее. Читается дуа, которая приходится в сунне. Потом делается, как закончили дуа. Четвертый текбир, Аллаху Акбар. И делается салям. После этого говорится Мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение. Также хотелось бы, часто задавая им вопросы касательно намаза, касательно саля. Например, зашло время Асра, человек не читал дуа. Что ему сделать? Читать Аср вначале или читать дуа? В первую очередь читается дуа, потом читается Аср. Даже если время Асра зашло, но человек еще не успел прочитать дуа, то он вначале читает дуа, потому что должна быть поочередность. Если человек не читал молитву, то следующие молитвы не принимаете. То есть если дуа не прочитал, аср не принимаете, нужно сначала дуа прочитать, потом аср. Также задаются вопросы часто касательно намаза, касательно молитвы. Если я, например, взять мегаполис Москва, я за рулем еду в пробки, и время намаза уже выходит, и у меня нету возможности прочитать его. Как мне сделать? Как мне его прочитать? То есть нужно читать по возможности. То есть нужно найти Абдул и прочитать по возможности. Или в самолете, когда летишь. Читаешь, сидя. Аллаху Акбар. Есть человек, которая в пробке, это говорит. Аллаху Акбар. Читает суру. Ну как намаз. Потом, когда идет на поясной поклон, вот так делает. Аллаху Акбар. Сами Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. То есть по возможности читает сидя. Если у него нету возможности прочитать его стоя. Эти основные действия, которые связаны с молитвой, которые связаны с намазом, вопросы, которых часто много бывает, задаются вопросы касательно намаза. принимаются ли действия человека, если он не молится или не принимается. Это уже возвращается вопрос Акбар. Если те берут мнение, то что кто-кто не молится, он не является верующим, тогда его дьянии не принимаются. Если взять, например, мнение, то что он является мусульманином, но он фасик, он грешник, то остальные дела его тоже принимаются. Но еще раз повторим, то что намаз это самое, то есть я не сторонник, там кого-то выводите в религию, кого-то заводите в религию, этот верующий, тот неверующий. Мы должны призывать. И, альхамду лиллях, я хотел бы обратиться ко всем, то что призывайте, самое первое, что к чему, к ла-илляхи лаллаху Мухаммаду Расуллаху, и второе, уже призывайте к молитве людей. Призывайте к молитве, обучайте, альхамду лилляху. Да, Аллаху Субхану Таламу, Барака. Ас-салалаллаху аля лабиин Мухаммад, и аля алихи, и ас-салалаллаху и альхамду лилляху. Что-то еще хотели? Поэтому, уважаемые братья и сестры, альхамду лиллях, мы благодарим Аллаха Субхану Таламу за религию, за ислам, благодарим то, что нас делает ислам, молящихся. Альхамду лиллях, те, кого Аллах не настал на прямой путь, не настал на путь намаза, я прошу Всевышнего Аллаха Субхану Таламу, и чтобы Он дал им возможность, обрадовал их вот этим, возможности поклоняться Аллаху Субхану Таламу. Без самое приближенное время раба Аллаха к Аллаху Субхану Таламу, это во время эс-сюджуд, во время земного поклона. Всевышний Субхану Таламу Талам сказал, делай земной поклон и приближайся к Аллаху Субхану Таламу. Это самый... сюджуд, земной поклон в основе это мазелля, то есть это унижение. Но если человек делает это ради Аллаха, только для Аллаха, то это, наоборот, почет. Почет, потому что он приближается ко Всевышнему Аллаху. Если человек пропускает, оставляет молитву, на его сердце останется нукта. Как сказано, грех, когда он грешит, когда оставляет молитву, черная точка на его сердце остается. Потом еще черная, потом чернеет, черное становится в сердце ран. Ран, Аллах в Коране говорит, калля бель рана аля кулю бихим. То есть ран это некая такая кожура, оболочка на его сердце, через которую уже поминание Всевышний не проходит. И это окутано вот этим черной оболочкой его сердце. Это знаете, когда человек ездит в вахтовом режиме, где-то работает. Бывает иногда от того, что они много там работают, руки уже, чем бы ты ни мыл, не отмываются они, черные становятся. Также у него черное сердце становится отгрехованным. То, что он не поминает Аллаха. То, что он не поминает Всевышнего Аллаха. И туда уже не проходит поминание. Туда уже его сердце жесткое, каменное становится. А когда он поминает Аллаха, его сердце живое, его сердце, аль-хамду-ля, мягкое. И то сердце, которое любит Аллах. И Аллах смотрит именно на точку, на его сердце. Как сказал пророк Мухаммад, Аллах не смотрит на ваш облик, не смотрит на ваш внешний вид, не смотрит на ваше имущество. Однако смотрит на ваши сердца и на ваши дела. Сказал пророк Мухаммад. Салла Аллаху алейхи вассалям. Поэтому мы часто задумываемся о теле. То есть нужна нам пища для нашего тела. Нужно кушать, нужно пить, спать, душиться ароматными, аль-хамду-ля, благовониями. Но, однако, часто забываем о наших душах. Духовная пища – это поминание Всевышнего Аллаха. Когда человек, бывает, ездит на дорогой машине и увидишь у него улыбка такая искусственная на его лице, видишь то, что у него нет успокоения в душе, если он не молится. У него постоянно проблемы. А когда человек молится, аль-хамду-ля, помонился Всевышний Аллаху, его радость, его сердце, его душа переполняются радостью. Потому что только... Почему? Потому что его душа, когда он говорит Аллаху Акбар, Аллах великий, он самый великий, нету никого более великий, чем Аллаху, Субханава Тааля. Самый великий Всевышний Аллах. И когда человек говорит Аллаху Акбар, значит переводится Аллах самый великий. Есть слово кабир, большой, великий, самый-самый великий, Аллах Акбар. Нету никого, кроме Аллаха Вышего. И в этот момент он ни о ком не думает, кроме как об Аллахе, Субханава Тааля. Если он как что-то начинает думать, о ком-то отвлекаться и так далее, хочет побыстрее закончить, значит он обманывает, когда говорит, что Аллах Субханаху Ва Тааля великий. И душа его возносится к Аллаху Субханаху Ва Тааля. Душа его возносится, альхамдуллах, его рух полностью думает об Аллахе Субханаху Ва Тааля. Спешите на намаз, спешите на молитвы, спешите на благие дела. Просим Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля, чтобы мы были из числа, и наши дети, наше потомство было из числа, тех, которые упоминают Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Это дуа Ибрагима, который сказал, О Аллах, сделай меня из тех, которые будут выстаивать молитву и мое потомство. О Аллах, прими мои молитвы, прими мои дуа. Когда человеку тяжело, когда человеку тяжко, тяжело, он сразу упоминает Аллаха, делает намаз, делает намаз. И в этот момент, альхамдуллах, его сердце успокаивается, и он обращается к Аллаху Субханаху Ва Тааля. Аллах Субханаху Ва Тааля, когда человек что-то хочет в этой жизни получить и не считает намаз, хочет задать этому вопросу, этому человеку вопрос, хочется задать. Как ты хочешь получить что-то от Аллаха в тот момент, когда ты ослушиваешься Аллаха? Как ты хочешь получить что-то, когда ты не благодаришь, при этом знаешь, что Аллах тебе дает риск, Аллах тебя кормит, Аллах тебя поет, к Нему ты вернешься, и ты его ослушаешься, и при этом еще ты что-то просишь его, и потом видишь, что Аллах не отвечает на твою мольбу, поэтому спешите к молитве, спешите делать земные поклоны, это самое-самое-самое, что может быть великий подарок от Аллаха. И мы должны подтвердить свой иман, подтвердить свою веру в Аллаху своим поклонением.